А сейчас давайте поиграем. Вот, я снова отдаю микрофон моей замечательной супруге, ведущей. Вот, и начнем сегодня играть. Сегодня в этом зале собрались не только исключительно меломаны, поклонники фортепиано и камерной музыки, но также друзья, коллеги, ученики, близкие и, конечно, поклонники творчества известного пианиста, идейного вдохновителя многих самых интересных общественных и культурных проектов, заслуженного артиста России Сергея Бычкова. С первым осенним холодком жизнь начинается сначала. Автор этой цитаты, замечательный американский писатель эпохи джаза Фрэнсис Котт Фитчеральд, конечно, сам того не подозревая, удивительно точно попал в тональность нашего вечера. И пусть время жарких отпусков и чемоданных грез осталось в прошлом, именно сейчас, когда осень вновь напомнила душе о самом главном, у каждого творчески настроенного человека появляется шанс пережить свою болдинскую осень. Что еще можно было бы добавить к этой осенней зарисовке? Пожалуй, только одно. Некоторым из нас еще и удивительным образом повезло родиться в это волшебное время. Поэтому сегодня в этом зале собрались не только исключительно меломаны, поклонники фортепиано и камерной музыки, но также друзья, коллеги, ученики, близкие и, конечно, поклонники творчества известного пианиста, идейного вдохновителя многих самых интересных общественных и культурных проектов, заслуженного артиста России Сергея Бычкова. И поводов для сегодняшней встречи, как вы уже, наверное, догадались, более чем достаточно. Помимо 65-летия, в этом году музыкант отмечает 50-й юбилей своей творческой деятельности. Плюс к этому теснейшие, можно сказать, родственные узы плодотворного сотрудничества вот уже 25 лет связывают солиста, концертмейстера и блестящего лектора-музыковеда Сергея Бычкова со сценой Камчатской филармонии. Но это всего лишь статистика, тогда как главный виновник нашего вечера личность исключительно неординарная и никогда не считал для себя возможным вписываться в однажды заданные рамки. Поэтому в разные годы он с успехом занимался преподавательской и концертной деятельностью, работал директором телекомпании ТВК и методического кабинета при Камчатском областполкоме, возглавлял ассоциацию особо охраняемых природных территорий Камчатки и туристский информационный центр, был концертмейстером и заведующим музыкальной частью театра в Сибири, на Урале и Камчатке. На протяжении 10 лет он являлся экспертом и координатором по экологическому просвещению проекта программы развития Организации Объединенных Наций, сохранения биоразнообразия Камчатки и по сей день занимает пост главного редактора газеты «Заповедная территория». Когда-то этот длинный путь начинался с учебы в Елизовской музыкальной школе, затем было Камчатское областное музыкальное училище, Владивостокский и Воронежский институты искусств. Ну а после работы в учебных заведениях Сибири, Урала и Дальнего Востока совместные проекты с известными музыкантами страны и полуострова. Многие из присутствующих также наверняка помнят, что именно с его легкой руки в Камчатской филармонии в разное время были созданы фортепианное трио, квартет, квинтет и камерный ансамбль «Современники». Не могу не поделиться и своими личными впечатлениями. Иногда кажется, что сутки Сергея Александровича состоят не из 24, а из 48 как минимум часов. Поэтому мы ленивы и нелюбопытны, это точно не про него. И дабы поведать обо всех талантах и интересах юбиляра, потребовался бы не один вечер. К тому же, насколько я знаю, сам он хочет, чтобы главным персонажем сегодня была музыка. Поэтому я с нескрываемым удовольствием приглашаю на сцену музыканта, пианиста, заслуженного артиста России Сергея Бычкова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жена плохо не скажет. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, вот две недели тому назад моя любимая ученица Марина Каханистая отмечала день рождения. Я посмотрел в фейсбук. Пятьдесят лет. Мне стало плохо. У меня ученики, которым по пятьдесят лет, это... Я же уже тогда совсем старый. Но потом вспомнил, что в том же возрасте почти еще год у меня молодая жена, поэтому думаю, я еще ничего. Ну вот, собственно говоря, вот с этого... Это так, шутки. А сейчас давайте поиграем. Вот я снова отдаю микрофон моей замечательной супруге, ведущей. Вот и начнем сегодня играть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И могу еще немного не воспользоваться предоставленной мне возможностью. И хочу напомнить, что Петр Ильич Чайков Музыка, которого откроет наш вечер «До страсти любил осень». И это, конечно, нашло отражение в его известном цикле «Времена года». Но давайте забудем, что на носу у вас очки от души осень, как говорил Бабель, потому что, несмотря на то, что у нас есть очки, по-моему, у героя нашего вечера, как мне кажется, в душе весна. Чайковский «Май, белые ночи». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Лунная соната к Элизе апассионата и пятая симфония. Вот, по свидетельству критиков, наиболее упоминаемые сегодня произведения Людвига Ивана Ветховена. Что еще нам известно о композиторе, даже дата рождения которого некоторыми исследователями до сих пор подвергается сомнению? Да в общем не так много. Как отмечают друзья Бетховена, он частенько пренебрегал требованиями этикета, в 27 лет полностью потерял слух и варил любимый напиток исключительно из 64 кофейных зерен. Но именно слушая музыку Бетховена, мы, казалось бы, совершенно оторванные от него хронологией и географией, оказываемся способны на открытия, мимо которых странным образом прошли его современники. К примеру, фортепианные сонаты Бетховена, к созданию которых он обращался на протяжении всей жизни, это возможность пройти с мастером долгий путь от юношеских попыток, по его собственному выражению, штурмовать небеса, до мистического слияния с Богом и космосом в последней сонате. Сегодня мы, конечно, не планируем предложить вашему вниманию все 32 фортепианные сонаты Бетховена, но хотели бы обратить ваше внимание на прелестную шестую сонату, которая занимает в его творчестве особое место. Некоторая ее игривость становилась предметом более чем критических оценок. Писали, что она легковесная и даже худосочная. Но именно эта восторженно искрящаяся юмора музыка, местами напоминающая эпоху костюмированных балов, парады фонтанов, брызги шампанского на дворцовой лужайке, яркий образец пронзительного бетховенского юмора, который, по свидетельствам близких композитора, не изменял ему даже во времена тяжелых жизненных испытаний. Итак, соната номер 6, фа-мажор в трех частях. И на всякий случай для самых юных слушателей напоминаю, что воспринимать сонату лучше целиком и аплодировать между частями произведения не принято. Соната номер 6, фа-мажор в трех частях. 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 Она одна лишь разделяла нас. И тоненькая, как мензурка, внутри свадицы голубой, стояла девочка-мазурка, покачивая головой. Как эта с бедными плечами попольские личи, как бела, разведала мои печали и на себя их приняла? Она протягивала руки и исчезала вдалеке, Сосредоточив эти звуки в иглой исчерченном кружке Такой услышала мазурку великого польского композитора Фредерика Шопена Поэтесса Белла Ахмадулина Сам Шопен характеризовал эту музыку одним словом Жаль, имея в виду печаль, которой пронизан каждый ее фрагмент К мазуркам Шопен обращался чаще, чем к другим жанрам Она была постоянной спутницей его жизни и в буквальном смысле венцом шопеновского творения Как известно, первым произведением композитора стал Полонезль, а вот последним как раз Мазурка Мазурки все очень разные, каждая как бы о своем Но самое удивительное, как двухминутное произведение способно вместить в себя всю гамму переживаний композитора И это даже не тоска по родине, с которой Шопен долгие годы был разлучен Наиболее щемящее, утонченное, трепетное и настоящее, что есть в творчестве Шопена Сама душа польского композитора И в заключении нашего первого отделения Фредерик Шопен Четыре мазурки, опус 24 У рояля заслуженный артист России Сергей Бычков КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон.